Здравствуйте все! Меня зовут Джудит Боулс. Друзья называют меня Джуди. Я родом из штата Иллинойс, из Соединенных Штатов Америки. Я приехал в Екатеринбург обучать русских студентов английскому как иностранному языку в лингвистическом центре Колумб. Когда приезжаешь в другую страну на одну-две недели, то ознакомишься с достопримечательностями, ходишь по музеям, смотришь на красивые соборы. Но вы так и не узнаете, каковы здесь люди. Вы не узнаете их жизнь. Не познакомитесь ни с кем, не подружитесь. Поэтому я решила приехать сюда, пожить на некоторое время. Узнать о том, чем мы отличаемся друг от друга, чем мы похожи. Каковы главные отличия между Россией и Америкой, я бы сказала, женщины и высокие каблуки. Женщины ходят на высоких каблуках, когда еще снег не сошел. И когда я говорю высокие каблуки, они правда высокие. 3-4 дюйма, 5-10 сантиметров. В Сент-Луисе, откуда я родом, на таких высоких каблуках люди не ходят и платья в такую погоду не носят. Мы впадаем в спячку и пьем пиво. Одной из главных задач для меня было научиться ходить по снегу, такой пингвиней походкой. Но в первый же день я, очевидно, не овладела этим мастерством и упала. Три человека тут же бросились ко мне на помощь. Я не понимала ни слова по-русски, но видела по их лицам, что они действительно хотели мне помочь. Они спрашивали меня, не ушиблась ли я. Так что пока для меня главное различие между Россией и Америкой связано со снегом, с гололедом. Когда две недели в Америке стояла холодная погода, завод, на котором я работала, закрылся. Поэтому мы непривычны холодам. Мы не знаем, что делать в такую погоду. Но в России люди понимают, что такова жизнь. Что бы я показала друзьям? Мне нравятся ваши храмы. Я человек не очень религиозный, но мне нравится смотреть на здания, мне нравится дизайн. И каждый день я открываю что-то для себя интересное. Мы обязательно пойдем в военный музей, именно в День Победы. Мы просто погуляем. Мне нравится смотреть на здания, гулять по паркам, смотреть на церкви, на то, как дети гуляют со своими мамами. Вот бывает так, есть пара часов, я выбираю направление и просто иду. А однажды кто-то из моих друзей сказал, а поедем просто на трамвае. И мы поехали. И мы видели новые парки, и новые музеи, и новые интересные здания. Я попробую сравнить Екатеринбург с городом, который знаю лучше всего. Мой родной город, Сент-Луис, штат Мизури. На Среднем Западе, когда заканчивается город, начинается округ. Когда едешь по Сент-Луису, вы видите, что он заканчивается, и дальше начинаются городки со своей системой управления, со своими мэриями. Сент-Луис не поглощает пригороды. Конечно, Екатеринбург гораздо больше. В нем живет гораздо больше людей. Я еще до сих пор не знаю все районы, не везде побывала. Поэтому я могу сказать, что ваш город – это как целый американский округ. Еще до приезда сюда я знал слово «привет». До свидания. Трудное слово, мой язык не хочет поворачиваться. «Люблю вас». Читать проще, чем говорить. Здесь можно жить, даже не зная русский язык. Например, люди в магазине начинали со мной разговаривать, а я им говорила по-английски. Простите, я не говорю по-русски. И все равно мы умудрялись разговаривать. Даже не зная русского языка, я чувствую себя очень уютно. Я не могу сказать, что еда здесь действительно совсем другая. Что здесь другое, так это стиль приготовления, если я могу так выразиться. Здесь много пирогов. Пироги с рыбой, пироги с мясом, другие пироги. Я не могу сказать, что здесь готовят совсем по-другому. Скорее, здесь другое сочетание ингредиентов. Еще три года назад я не знал, что бывает так много разнообразных напитков из ягод. А у вас здесь действительно их много. В первую же неделю, когда я приехала сюда, мы с моим боссом пошли пообедать. Я ткнула пальцем и сказала, я хочу вот это. Он хорошо говорит по-русски. И он спросил, как же ты заказываешь, если даже не знаешь, что тебе принесут? А если тебе не понравится? Но как же еще узнать, если не пробовать? И пока все, что я заказывала, мне нравится. Еще не было случая, когда я говорила, о нет, это так ужасно, я не могу это есть. Я не буду закончить это.